всем всем привет мы продолжаем друзья играть в валют никогда не заканчивается и по ходу разработчики ты игры сделали все чтобы она никогда не закончилась игра тоже но мы будем продолжать потихонечку проходить устраиваться поудобнее всем приятного просмотра аппетита или спокойной ночи берите вкусняшечки и если вы захотите поддержать канал ссылочка в описании под видео также как вы можете на мой facebook instagram тоже подписаться ну и изводная часть наверно все у нас сейчас будет еще одно вымирание динозавров только после этого мы будем обновлять признаки но точно не сейчас давай давай возвращайся обратно и единственное что вот и попытаюсь открыть нам нужно зауроподы и ни хрена ну значит следующий раз неделя акул разблокированы все акулы большинство акул обладать зверским аппетитом поедать все от дельфинов и тюлений до пушечных ядер автомобильных шин и по словам одного французского натуралиста 16 века целых средневековых доспехов но по поводу акул мы обязательно к этому вернемся попозже а сейчас у нас еще одно вымирание еще одно вымирание случилось посмотрим будут ли новый динозавр у нас открыт 28 ранг у гусеобразно добавлено к основном моделирование погнали с нуля как всегда конечно все это уже порядком поднадоело но все же не хочется иногда узнать будет ли здесь конец когда-нибудь не знаю друзья раньше был конец но сейчас такое ощущение ну давайте активирую бесплатно ну а сейчас такое ощущение не складывается что не будет конца здесь и края спинозавр опачки ну вот он вам и новый динозаврик мы обязательно сфоткаем так дальше нам нужно близик лизиозаврик от него заработать аэроподы все это все это у нас уже было не раз ну и хорошо так велаться раптора дальше у нас куда ветка пошла пахи цифлозавры дальше галимимы археоптериксы здесь пусто здесь пусто тут все пусто бро брахиозавра 1 а здесь тиранозавра рекс рекс ага значит давайте обновлять признаки дружочек а у тебя с признаками все плохо обонятельные доли но уже не раз мы их улучшали а что из золотых из таких необычных ничего нету но ничего нету но жаль хотя вот что есть оперением дополнительно доподлинно неизвестно размеры оперение динозавров терапот но данные показывают 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 что по крайней мере некоторые из них обладали различными степенями оперенности кожных покровов что-то это нам дает прожить циранозавра но скоро я уже смогу кого мы еще можем признаки обновить чим ну давайте острые зубы строительство гнезд конечности прям хорошо тебя не можем а вот можем мозг птица у нас 882 осталось но мне ничего нету а вот он спинозавру как и современные крокодилы спинозавр ввел полуводный образ жизни имел тело низко расположены к поверхности земли их выступающие шипы были соединены кожей образовывали парус но я то его купить не могу вот в чем беда я ты вообще купить не могу значит мы просто тогда по признакам будем признаки сейчас обновим так 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 совсем везде ничего нет ужас просто ужас придется по мелким то дайте ну и все и меня признаки его у меня очки кончились блин хреново дело что я не могу нового динозавра купить но 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 что теперь поделать давайте мы тогда потихонечку соберем что есть и пойдем в основном моделирование что у нас тут в основном моделирование загружайся загружайся три медальки есть просто собрать это ж какие интересные о 100 человеческой экспедиции создана посадка викинга на марсе эта игра выше до небывалых размеров метафора мечты мечты о расширении наших стремлений направлении взглядов на другой мир эта машина это мы рэй брэдбери 50 марсианских поселений создано было у марса очень тонкая атмосфера атмосферное давление на марс составляет всего один процент от земного на уровне моря им звезда по имени марс создан 25 марсианских заводов древние греки считали землю центра вселенной а марс одной из пяти звезд вращающихся вокруг нее ну это было раньше и сейчас то что нам рассказывают я в это не сильно очень даже верю но 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 погнали вверх тогда однозначно сразу идем вверх может быть вселенную мы перезапустим хоть ближайшее то время это что коммерческий космический полет благодаря тому что транспорт между землей марсом стал быстрее чем когда-либо перемещение между планетами стало быстрее дешевле и проще скафандр для робота нет скафандр для работы наши технологии продвинулись вперед что позволило сделать скафандр в которых легче перемещаться и работать сложные физические задачи теперь возможно благодаря повышенной мобильности при работе снаружи крупном масштабная добыча лучше улучшенные машины позволяет нам добывать больше ресурсов планеты марса и все это привело к чему марсианскому городу обалдеть но мы его сегодня создать не сможем это тоже очень даже плохо значит мы можем просто вложить очки до до следующей серии во что-нибудь у нас и здесь идет но здесь 250 все есть хорошо тут ровер все это дружок все здесь вообще все все не хватает у нас ни на что ладно пойдемте тогда посмотрим по основному моделированию что мы можем ну здесь тоже хорошо смотрим 42 миллиона мне все пять позже кого мы можем купить здесь не можем тем более не можем не можем не можем не можем не можем не ничего мы не можем просто ничего не можем но у нас появились вытянуты шеи у водоплавающих птиц процессе эволюции появились появилась длинная шея которая помогает им охотиться на свою добычу обычно рыба под водой водная адаптация эти птицы приспособились к жизни в водной среде они непроизойденные пловцы едят рыбу крыль и водные растения и тут мы приблизились гуся образно опачки гуся образная у . красивая у . так у . но нам хотя бы тебе десяток надо ну 20 ладно группа птиц имеющая уникальную адаптацию к водной среде наряду с курообразными гуся образная один из двух отрядов современных птиц появившихся во время мелполиогенного вымирания и пережившие его и отсюда у нас пошел пошли барахтане а утки используют форму охоты известную как барахтане когда они опускают голову вниз под воду и поднимают назад чтобы поймать рыбу насекомых и в водные растения поднимают назад попку наверно свою чтобы все это сделать погнали утки небольшие водные птицы которые обитают как соленой так и в пресной воде утки известны своим характерным кряканье они больше приспособлены к плаванию чем к полету но могут подниматься воздух с помощью своих коротких но мускулистых перьев гуси это птицы среднего размера с длинной шеей и перепончатыми лапами приспособлены для плавания они известны своей v-образной формой стаи при миграции моногамия лебеди известны тем что создают пару на всю жизнь и оплакивают смерть супруга они яростно защищают свои гнезда птенцов и могут спариваться уже в возрасте 20 месяцев ну и понятное дело к лебедям лебедь крупная птица с длинной изящной шеи за красотой лебедей скрывается их силы они очень сильные а зачастую и территориальные это водные травоядные птицы которые создают пару на всю жизнь и что у нас с лебедями все с гусеобразными но серьезно но жалко у пчелки а у нас вот кстати появился мегалодон это вымерший вид акул живший 23-6 половиной миллионов лет назад хотя его точный размер остается неизвестным согласно оценкам длина достигла 18 метров и он считается одним из крупнейших из самых смертоносных хищников в истории мы открыли всех акул друзья у я я круто крутизна но вот тут кое-что конечно печаль что у меня здесь вообще ни на что денег не хватает на самом-то деле а вот например исправить сбой у меня нет параметров и это тоже очень печально но здесь больше я ничего никакой сбой исправить не могу на данный момент очень жаль очень жаль сколько нам надо четыре ну да тут прям какие-то космические цифры ну раз мы тут до уток добрались давайте мы с вами так же всеобразно попробуем по максималке пробить о прям дело идет сколько у нас 76 так на курообразных уже да нет наверно будет еще все хорошо прям можно смотреть что у нас где появилась новенького утиной истории слова утка происходит от старо английского слова нырять утки известны своей техникой окунание когда они погружают воду только голову и шею чтобы охотиться на мелких рыбок водных насекомых и добывать растения крылья лебедей чрезвычайно сильны их хлопанье можно услышать на расстоянии до полутора километров с провоцированными людьми они нападают и могут сломать ногу взрослому мужчине ударом своих мощных крыльев гуси уже много лет сосуществуют с людьми предполагается что они были первыми одомашние одомашними птицами вот есть свидетельство того что они возможно были выведены еще три тысячи лет назад в египте и с помощью процесса известно как импринтинг детеныши уток и гусей привязываются к первому существу который не видит после влупления и считают его своим родителям известны случаи импринтинга к людям собакам и даже легкомоторным самолетом и дельтапланом да вы что серьезно ну да утки конечно круто но у нас наверно все на сегодня на сегодня все до новых встреч друзья не болейте не грустите всем пока пока